Добрый день, уважаемые коллеги! Я со стороны химиотерапевта попробую разобраться в том, есть ли особенности в подходах к лекарственному лечению в бюджете ассоциированного рака яичников. Но вначале нам придется ответить на несколько вопросов. Во-первых, когда мы впервые встречаем пациентку, или она приходит к нам на прием, что нас должно насторожить в отношении того, что данная больная подходит для тестирования, и мы эту больную направляем для тестирования. И если мы обнаруживаем данные мутации, то есть ли какие-то особенности в лечебных подходах, какие цитостатики наиболее эффективны, и как мы будем лечить данную пациентку и в первой линии, и в лечении рецидивов. Ну, каких больных мы можем направлять на тестирование, уже несколько слов сказала Адель Федоровна, поэтому я пройдусь достаточно быстро по этому вопросу. Во-первых, конечно же, риск заболеваемости рака яичников, он увеличивается у пациентов, которые имеют мутации Берсей-1-2. И, конечно, если мы видим молодую пациентку, то мы должны задуматься о том, что у нее, возможно, есть данная мутация. Во-вторых, сегодня уже известна классификация Курмана, и имеются два механизма патогенеза развития рака яичников. И, в общем-то, при сирозной аденокарциноме, сегодня тоже уже шла об этом речь, низкая степень дифференцировки, всевозможные нарушения Берсей-1-2 и мутации, соответственно, герминальные соматические в гене Берсей-2, будут встречаться в большем проценте случаев. Это основная масса пациентов. Да, сегодня при изучении опухолей хайгрейсерозных аденокарцином известно, что в 20% случаев отмечаются соматические и герминальные мутации, но также имеются и другие нарушения в генах, и другие нарушения репарации ДНК, то есть имеется дефицит гомологичной рекомбинации. И на сегодняшний день, уже в 2016 году, имеются данные, что существует, еще добавляется дальнейший, увеличивается процент нарушений всевозможных репараций ДНК, то есть процент всевозможных нарушений репаративных систем при хайгрейсерозной аденокарциномы с каждым годом уже увеличивается при нашем большем понимании биологии опухоли. Что касается гистологической структуры, да, одним автором было показано, что при сирозной аденокарциноме эндометриоидной и при хайгрейсерозных аденокарциномах, то есть при низкой степени дифференцировки отмечается самый большой процент данных мутации, но и ряд других авторов, которые изучали частоту встречаемости данных мутаций, отметили, что не только при сирозном раке яичника встречается данная мутация, но и при эндометриоидной светлоклеточной, но не было ни одного случая встречаемости данной мутации при эмоцинозной аденокарциноме, что говорит о том, о чём говорили предыдущие докладчики, что мы должны тестировать, в общем-то, всех пациентов, кроме эмоцинозной аденокарциномы яичников. И в отношении семейного анамнеза есть исследования, которые говорят о том, что и без семейного анамнеза также у больных отмечалась данная мутация, то есть наличие семейного анамнеза не обязательно должно быть у данной пациентки. Итак, какой прогноз у данных пациенток и чем мы их будем лечить, что мы можем предложить для лечения первой линии и рецидивов. Но в отношении прогноза пациентов я сразу представила огромный метаанализ, который проводили по анализу всех возможных исследований по изучению Берсей статуса, где было показано, что больные с наличием всевозможных изменений в гене Берсей 1-2 текут лучше, то есть у них отмечается лучший прогноз. При том Берсей-1 мутации, Берсей-2 мутации, больные с Берсей-2 мутацией текут лучше, чем с Берсей-1 мутацией, ну а вот Берсей и промоторные всевозможные метилирования, они не улучшают прогноз заболевания. Ну и вот есть данные о том, что так называемая С-61G мутация, она ассоциировалась с плохим прогнозом, но для этого, конечно, нужны дополнительные исследования. Система репарации у нас осуществляется несколькими системами, и ген Берсей-1-2 – это как раз ген, который производит белки, Берсей-белки, который осуществляет самую основную и самую сложную репаративную систему, самую сложную систему восстановления нитей ДНК. И, соответственно, когда мы говорим о цитостатиках, какие могут быть наиболее эффективны для этой группы пациентов, то логически рассуждать, что будут эффективны препараты, ДНК разрушающие, которые воздействуют на нити ДНК. Это большое количество алкелирующих агентов, цисплатин, адриамицин, который блокирует тупоизомиразу-2 и препятствует раскручиванию нитей ДНК, циклофосфамид. Если посмотреть по механизму действия платиновых производных, то как раз платиновые производные, они более глубокие нарушения ДНК производят, потому что они соединяются с гуанином, с нуклеотидом. Чаще всего соединение происходит сразу на двух нитях ДНК, поэтому происходят более глубокие нарушения этих нитей. Эффективность терапии проанализировали австралийские ученые, которые показали, что действительно при БРК-мутациях больше процент имеется платно-чувствительных рецидивов. При первом рецидиве лучший ответ платиновой терапии, но и неплатиновой терапии тоже, при лечении неплатиновой терапии тоже отмечается достаточно высокий ответ и лучший, чем у пациентов с парадическим раком яичников. Другой автор тоже показал, что при БРК-мутациях отмечается больший процент пациентов с платно-чувствительным рецидивом. В отношении других цитостатиков израильские авторы провели анализ лечения пациенток при рецидивах. Лечение проводилось топотеканом, токсанами, липсомальным доксорубицином, гемзаром, и ими было показано, что ответ лечения был лучше у БРК-мутированных больных на платину, на антрациклин и на гемзар, но не было ответа на топотекана и на токсаны. Пегелированный липсомальный доксорубицин изучался и сравнивался ответ лечения в зависимости от статуса Берсей несколькими авторами, и везде был продемонстрирован лучший эффект келекса именно у пациентов с наличием данной мутации, но это понятно по механизму действия препарата. В отношении других цитостатиков, в частности, тробектидин, тоже продемонстрировал лучший эффект терапии у пациентов с БРК с наличием мутации в гене Берсей-1, 2. Что касается поклитоксела. На самом деле, к точке приложения поклитоксела, мы хорошо знаем, это нарушение воздействия на микротрубочки и, в общем-то, действие поклитоксела осуществляется в фазу метоза, то есть это действие поклитоксела намного позже, чем действие ДНК разрушающих агентов. И в отношении эффективности поклитоксела пока чётких данных мы не имеем. Есть данные, которые говорят и о лучшем эффекте поклитоксела, и по предклиническим и клиническим данным, но есть также данные, которые говорят об отсутствии эффекта на поклитоксела. То есть на сегодня данные по эффективности токсана для этих больных, они, в общем-то, конфликтны. Другие цитостатики, циклофосфамид и метамицин и мелфолан демонстрируют тоже лучший эффект терапии у пациенток с наличием мутации гений Берсей-1.2. Что касается лечения первой линии и лечения рецидивов, какой нам лучше препарат выбрать как компонент для платиновой терапии. Провели анализ лечения больных в зависимости от статуса Берсей, карбоплотина с келиксом, гемзара с карбоплотином и поклитоксела с карбоплотином. И оказалось, что именно комбинация с келикса с карбоплотином, гемзара с карбоплотином, но не поклитоксела с карбоплотином, лучше дают ответ у пациентов с наличием данной мутации. И, вероятно, если мы думаем о том, какой нам выбрать режим для первой и для лечения платиночувствительного рецидива, мы должны, видимо, свое мнение больше склониться к выбору терапии либо келиксом, либо гемзаром, но не токсанами. В отношении ДОСДЕНС режима тоже были данные о том, что, возможно, ДОСДЕНС режим платины будет наиболее эффективен у БРСЕ и мутированных больных. И действительно, есть небольшие данные о лечении ДОСДЕНС карбоплотином. Вот тут 2,7 АОК еженедельно у больных с рецидивами заболевания, где достигнут был 100% эффект. И, в общем-то, эти данные говорят о том, что и при платинорезистентных рецидивах у больных с наличием мутации тоже платина будет наиболее эффективна. И у пациентов, у которых с платинорезистентными рецидивами имеются всевозможные другие нарушения БРСЕ, мы можем в качестве терапии оставить и препараты платины, что не является стандартом для этой группы больных. Что касается первой линии терапии, Адельфьёдна сегодня уже упоминала. Известное исследование ГОК-172, где изучалось интерпертониальное введение химиотерапии. На самом деле это единственное исследование в первой линии, где проведён подгрупповой анализ зависимости от БРСЕ и статуса. И в этом исследовании как раз получены достоверные различия как в выживаемости без прогрессирования, так и в общей выживаемости именно у пациентов с различным дефицитом БРСЕ 1-2, что, возможно, связано именно с высокой дозой цисплатина, потому что при интерпертониальном введении вводили как раз 100 мг на метр квадратной платины. В нашем отделении мы проанализировали 154 пациенток на наличие мутаций. Оказалось, что данная мутация была отмечена у 22,4% больных, при этом у 24% пациенток не было семейного анамнеза, что касается отдалённых результатов лечения. Невыживаемость без прогрессирования и продолжительность жизни не была достоверно лучше, хотя в абсолютных цифрах данные цифры при БРСЕ и мутации пациенты жили дольше. Но, видимо, это связано с малым просто количеством пациентов. И мы отдельно проанализировали химиотерапию токсаны платины и платиновую терапию, которая включала комбинацию ЦП 100 мг на метр квадратный. Хотя результаты недостоверны из-за малого числа больных, но в абсолютных цифрах мы имеем почти на 10 месяцев лучшие цифры выживаемости без прогрессирования именно у пациентов, которые получали высокие дозы платины. Как я уже говорила, существует несколько механизмов репарации. Вначале, когда алкилирующие агенты, либо радиация, окислительные радикалы воздействуют на организм человека, то в первую очередь у нас возникают небольшие так называемые нарушения, однонитевые нарушения нитей ДНК. И первым препаратом или первым белком или ферментом, который как раз и осуществляет восстановление этого нарушения, это парп-белки. Они осуществляют сбор белков или ферментов и осуществляется заполнение этого промежутка. Но если у нас имеется блокирование данного белка, то здесь очень хорошо просто показано на рисунке, как идет у нас система репликации. То происходит блок системы репликации, коллапс репликационной вилки, и наступают двухнитевые нарушения, и здесь уже у нас вступает в силу белки Берсей. То есть, если у нас имеется нарушение БРК, и еще и добавлять парп-ингибитора, то в этом случае как раз и наступает сантитальная летальность, то есть полное разрушение ДНК и его невосстановление. То есть ген БРК, который синтезирует соответствующий белок, он осуществляет у нас основную функцию репарации. Итак, на сегодняшний момент, что мы можем предложить, какой наш выбор лечения для пациентов с наличием Берсей мутации. Ну, насчет добавления токсанов к платине вопрос остается пока открытым, хотя во всех стандартах лечения препарата платины с токсанами у нас остаются стандартами. Вероятно, лучшим препаратом, который должен добавляться к препаратам платины, должен быть келекс гемзаром. Возможно, монотерапия платиновая, то, что раньше давали, 100 мг на метр квадратный. Но трибушинная химиотерапия при оптимальной циторедукции, она показала лучшие результаты именно у Берсей мутированных больных. У пациентов с платно-резистентным рецидивом можно назначать как и неплатиновые агенты. И выбор мы должны останавливать на либо антрациклинах, гемзаре, циклофосфане, либо, возможно, и платиновая терапия у пациентов с наличием мутации Берсеи. И, возможно, назначение парпингибиторов. При платно-чувствительном рецидиве мы назначаем платиновые комбинации с возможным добавлением тоже парпингибиторов и использованием их в поддерживающем режиме. Итак, благодарю за внимание. Господа, мы уже вышли, так сказать, из лимита. Но один вопрос давайте, все-таки обидно, что дискуссии никакой не было. Пожалуйста, один вопрос. Светлана Викторовна, а почему у вас гемцитабин с пигелированным доксорбицином? Почему вы считаете, что они должны быть эффективны при УБРК ассоциированных? Все-таки гемцитабин, антиметаболит, доксорбицин, алкилирующий. Я просто основываюсь на данных, полученные с АФРой, где показано было, что гемзар и пигелирно-лепсомальный доксорбицин, как антрациклины, показали лучшую эффективность у УБРК мутированных больных только на основании данного анализа. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, позвольте в завершение, так сказать, чтобы несколько слов сказать о том, что, как говорят в народе, take-home message, да, что нам вынести, так сказать, из этого, помимо того, что мы радовались этим замечательным, так сказать, общению с нашими лекторами, с блестящими лекциями. Ну, во-первых, так сказать, то, что наследственные раки и БРК Сынвана, они есть, да, и они нередко бывают. Они бывают у 20% больных раком яичников. Что нужно обследовать не только тех, кто имеет семейный анамнез, да, а всех больных раком яичников, потому что далеко не всегда может быть он, этот анамнез, действительно, и часть пациентов, так сказать, получают свою мутацию через своих отцов. Что эти пациенты имеют другой прогноз, да, они лучший прогноз имеют. Это положительное то, что мы узнали. Что все-таки и терапия, наверное, должна быть другой. Мне кажется, что вот этот стандарт, который на сегодняшний день существует, он, наверное, не совсем подходит для этих пациентов. Мне кажется, терапия должна быть даже не до Узденса, она должна быть интенсивной терапией, вплоть до высокодозной химиотерапии. У нас, Евгений Новымович, есть небольшой опыт лечения, правда, негативный опыт, ничего хорошего мы не получили, больных раком молочной железы. Но интенсификация лечения все-таки, ну, это было двое или трое больных, но интенсификация лечения и литературные данные свидетельствуют о том, что вообще описаны случаи полного излечения больных диссеминированным раком молочной железы после двух циклов высокодозной химиотерапии с трансплантацией периферических стволовых клеток при наличии БРК-2 мутации. То есть, в общем, так сказать, такие интенсификации лечения как раз таким больным она нужна. И акцент лечения должен был сделать на алкилирующих препаратах. На что касается родственников, но это сложно, на самом деле, особенно в нашей стране, убедить обследовать их. Здесь уже работа, я так понимаю, средств массовой информации, потому что нужно об этом писать, нужно об этом говорить, нужно, потому что эта проблема существует. И я думаю, что пройдут там не один год, прежде чем осознание в нашем обществе придет, что это необходимо делать. Спасибо большое. Спасибо.